мы начинаем в нашем плейлисте который посвящен силе гипертрофии публиковать фильмы наконец о силе кстати в этом плейлисте 31 фильм так что смотрите на здоровье кто еще не знает вы находитесь на канале александра мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема так как же стать сильнее мы начинаем публиковать череду фильмов как стать сильнее времени у нас как всегда мало вперед вперед к знанию естественно как и ожидалось мы начнем изучать силу с факторов развития силы развитие мышечной силы подкрепляется сочетанием морфологических и нервных факторов включая площадь поперечного сечения и архитектуру мышц мышечную жесткость набор двигательных единиц кодирование скорости синхронизацию двигательных единиц и нервно-мышечное торможение механизмы улучшающие мышечную силу считается многофакторными и могут зависеть от других факторов таких как начальная сила тренировочный статус и генетика другие исследователи например выделяют ну несколько иные факторы мышечной силы площадь поперечного сечения мышц то есть как бы более-менее понятно что если битушка будет больше то силой скорее будет больше также отмечается скорость активации мышечной группы от скорости рекрутирования всех мышечных волокон это мы уже слышали угла прикреплений совместного угла работы нескольких мышечных групп и длины мышцы и скорости сокращения двигательных единиц и хотя связь между мышечной силой и ростом мышц не всегда линейная и это мы показали в своей статье 2018 года ссылку на статью я прикладываю к описанию данного фильма но все равно согласитесь логично звучит что чем больше мышц тем больше мышечной силы начнем также разбирать и другие факторы мышечной силы и так мышечная жесткость в основе выработки силы лежит концепция наших тканей выражающие пружиноподобное поведение которое влияет на последующую работу мышц действительно повышенная жесткость ткани то есть взаимосвязь между данной силой и влечено и растяжение ткани который подвергается ткань может усиливать передачу силы следовательно адаптация жесткости сухожилия а также структур в мышцах например активный азин титин и соединительная ткань могут влиять на мышечную силу и связанные с ней характеристики такие как скорость развитие силы и мощности тем не менее часто упускаем из виду аспект формирования силы скелетных мышц это роль большого белка или вязко упругой причины в саркомерии а именно титина титина может быть ответственным за генерирование пассивного напряжения в саркомерии и возможно поэтому последние данные указывают на большую важность и роли титина в мышечной функции тем не менее следует отметить что увеличение сарко плазматического кальция может активно увеличивать жесткость титина способствует жесткости всего саркомера следовательно изменение мышечной силы и передачи силы могут частично зависеть от изменения жесткости ткани внутри и вокруг мышцы следующий фактор мышечной силы это кодирование скорости после набора определенной частоты двигательных единиц которые альфа-мотонейроны разряжают потенциалы действия на мышечное волокно двигательные единицы могут изменять свойства по выработке силы исследования показали что величина силы может возрасти на 300 и на полторы тысячи процентов когда частота рекрутирования набранных двигательных единиц увеличивается от минимума до максимума исследование показало что на проявление силы может влиять частота включения двигательных единиц из-за высоких начальных часто рекрутинга связанных с увеличением двойными разрядами то есть активация двигательных единиц двумя последовательными разрядами в интервале в b5 м с и таким образом 12 недельная тренировка по баллистике может увеличивать частоту активации двигательных единиц то есть представляете у некоторых людей таким дуплетом происходит рекрутирование мышечных волокон возможно что другие методы были баллистической тренировки такие как движение в тяжелой атлетике и спринте могут увеличить частоту активации двигательных единиц в конечном счете улучшая характеристики силы следующий фактор мышечной силы это синхронизация двигательных единиц предыдущее исследование показывает что шесть недель силового тренинга увеличивали синхронизацию двигательных единиц и сила синхронизации двигательных единиц была выше в мышцах рук у штангистов по сравнению с музыкантами и сидячими людьми эти результаты подтверждают исследования в которых предполагалось что тяжелая силовая работа может увеличить синхронизацию двигательных единиц и выработку силы практические стратегии тренировок которые включают тяжелые силовые тренировки и или движение баллистического типа могут улучшить синхронизацию д е следующий фактор мышечной силы который нам необходимо изучить это нервно-мышечное торможение нейромышечное торможение относится к снижению нервного импульса данной группы мышц во время произвольных мышечных действий которые могут отрицательно влиять на выработку силы из-за нервной обратной связи получаемый от рецепторов мышц и сустав предыдущее исследование показало что тяжелая силовая работа может подавлять афферентную обратную связь пули спина мозговых мотонейронов приводя к снижению нервно-мышечного торможения и увеличению выработки силы дальнейшие исследования сообщили об усилении нейронного влечения как из позвоночника так из супра спинального уровня после силовой тренировки что одновременно уменьшала нервно-мышечное торможение увеличила выходную мощность через рецепрокное торможение во время сложных тренировок подавляла рекуррентное торможение после тренировок взрывного типа и повышала скорость развитие силы мы с вами рассмотрели основные факторы роста мышечной силы то бишь физиологию а теперь давайте рассмотрим методологические переменные силовой тренировки то есть это полезные тренеру и соответственно спортсмену чтобы сила как говорится росла то есть какими переменными мы можем играть чтобы сила развивалась или как говорил лев павлович матвеев воспитывалась и так у нас всегда есть интенсивность а точнее вес отягощение объем частота тренировок отдых и какие-то другие переменные давайте вперед вперед к знаме начнем с интенсивности и так увеличение одного повторного максимума или 1 pm оптимизирована при выполнении силовой нагрузки с более приближенными к максимальным нагрузкам например где-то 85 процентов от 1 pm регулярные периодическая практика тренировка то есть 1 pm сводит на нет или по крайней мере уменьшает разницу в силе вызваны любой силовой тренировкой более тяжелой или легкой не важно что указывает на то что большая часть различий в силе связано с практикой 1 pm то есть мы с вами должны ходить на 1 pm все остальное абсолютно неважно которое улучшает нервно мышечную адаптацию очевидно что вызванные силовой тренировкой изменения мышечной силы в основном определяется нагрузкой чем тяжелее тем лучше и специфичностью тренировки которая должна быть при ближе на к репликации теста 1 pm то есть интенсивность не важно 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 то что вы должны соблюдать принцип специфичности который гласит тренируется только то что тренируешь раз речь зашла повторном максимуме то повторный максимум можно получать тремя способами первый способ это прямой метод то есть мы должны действительно ходить на 1 pm для спортсменов это как бы понятно а вот для фитнесеров до для новичков ну как так поэтому можно идти вторым и третьим способом второй способ с помощью прогностических уравнений вот вам я привожу на экране пожалуйста пользуйтесь и третий способ а внимание также на экран ну а третий способ использовать табличные значения но взяли прогностических уравнений уже соответственно посчитали в таблицу все это перевели самый популярный у нас вот в россии мы пользуемся системы брзиски вот вы ее видите на экране пожалуйста также используйте для работы с фитнес контингентом следующая педагогические переменная будет объем еженедельный тренировочный объем сколько повторений например можно менять напрямую манипулируя количеством подходов в упражнении количество повторений в каждом подходе например путем тренировки домышленного отказа или нет или количеством тренировок в неделю независимо от того увеличение объема объем из можем посчитать вес отягощения умножить на количество подходов умножить на количество повторений не обязательно увеличивает вызванные силовой тренировкой изменения в мышечной силы выполнение чрезмерного еженедельного тренировочного объема приводит к плата или худшим показателем силы вызваны силовой тренировкой когда более 15 подходов внимание на мышечную группу в неделю что вероятно связано с недостаточным восстановлением мышц следующая педагогическая переменная это чистота тренировок увеличение количества еженедельных тренировочных сессий то есть увеличение чистоты тренировок или уменьшение отдыха между подходами является жизнеспособным способом увеличения интенсивности и объема силовых нагрузок в качестве альтернативы увеличению количества подходов или повторений за тренировку тем не менее как при малом объеме так и при большом более высокие частоты тренировок не могут независимо от одного пьем улучшить вызванные силовой работой изменение мышечной силы и наконец отдых недавний систематический обзор пришел к выводу что увеличение продолжительности отдыха между подходами не приводит к значительным изменениям мышечной силы тем не менее авторы пришли к выводу что гипотеза об увеличении перерыва между подходами до внимание двух пяти минут может быть полезны для тренированных людей давайте сделаем предварительные выводы последние данные американского колледжа спортивной медицины значит национальные вот этой кондиции ассоциации свидетельствует о том что вызванные силовой тренировкой изменения в силе больше когда участники выполняют регулярные подходы с почти максимальными нагрузками обязательно больше 85 процентов от одного пьем кроме того последние данные свидетельствуют о том что увеличение отдыха между сетами более двух минут и уменьшение объема еженедельных тренировок менее 15 подходов на группу мышц в неделю может улучшить мышечную силу у спортсменов очень важно сказать когда мы говорили об одном пьем то важно понимать что если речь идет о спортсменах то конечно спортсмен может ходить на один повторный максимум а когда речь идет о фитнесерах вот как раз и здесь очень важно использовать прогностические уравнения табличные значения для расчетов как раз вот 85 процентов от одного пьем до сначала получить один пьем потом соответственно 85 процентов до используют табличные значения как я уже повторяюсь и соответственно прогностическое уровне и выстраивать тренировочные программы исходя вот из этих процентов а вот мета анализ 2019 года несколько дополняет наши выводы результаты этого анализа позволяют предположить что выполнение одного подхода из 6 12 повторений с нагрузками в диапазоне 70 85 процентов от одного пьем два три раза в неделю до достижения мышечного отказа в течение 8 12 недель могут привести к значительному увеличению силы в жиме лежа и приседаниях у мужчин тем не менее из-за отсутствия исследований менее ясно могут ли эти улучшения быть достижимыми становой тяги или у тренированных женщин или у подготовленных атлетов на одном из последних стримов подписчик нашего канала так и сказал что в каком-то фильме я привел таблицу на английском языке и он ничего не понял из этого фильма сначала я хотел расшифровать вот данную таблицу но потом подумал ведь может именно эта таблица станет отправной точкой вашего развития так что развивайтесь на здоровье чем отличается канал веселая наука от других каналов одной вещью я считаю что вы лучшие вы первые среди равных и мне никогда не приходило в голову что вы не знаете что любая таблица переводится с помощью гугла или любого переводчика многие каналы так и думают что вы настолько темные и поэтому вам необходимо переводить какие-то исследования и так далее и тому подобное но наш канал и как раз помогает всем людям которые может быть по какой-то причине да не знают что действительно google вам в помощь если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые и практичные а главное научные темы все пока пока